На этих кадрах постройка 18 века. Последние 45 лет здание обустроено под детскую школу искусств. Почти каждый день ее посещают 90 ребят рабочего поселка Языково Корсунского района. Все это время Дыши была подключена к квартальной газовой котельной, питающей основную часть жилых и общественных зданий населенного пункта. В прошлом году рядом со школой искусств смонтировали автономную мобильную котельную. Преимущество установки в ее автоматическом режиме. Тепло вырабатывается без участия оператора. Аналогичный котел наружного размещения и дымовую трубу установили и в центре Языково. Она также будет снабжать теплом соцобъекты, дом культуры и поселковую администрацию. Данные котельные две полностью готовы, подключены и уже получено разрешение Ростехнадзора на пусконаладочные работы. Осталось только команду от Большого Газа на подключение газоснабжения. И котельная будет работать. Обе котельные должны были заработать давно, сразу же после врезки в тепловую сеть и проведения холодной воды. Однако эти работы не были выполнены. Запуск тормозило несоблюдение условий муниципальной властью. Разобраться с ситуацией в район приехал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Было принято решение о том, что система теплоснажения перейдет под эгиду областной корпорации жилищно-коммунального комплекса. Была разработана схема размещения теплоисточников, небольших теплоисточников, полностью автоматизированных, высокоэффективных теплоисточников. Четыре теплоисточника на сегодняшний день будут поставлены, три уже поставлены и готовы к подключению. Четвертая котельная будет смонтирована в течение ближайшего месяца. Тепло от нее будут получать сразу четыре многоквартирных дома. А это значит, что в новый отопительный сезон Языкова войдет уже с модернизированной системой отопления. Ринат Альулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.